Нет, наверное, другой идеи, которая была бы настолько романтизирована, как идея начать жизнь заново, все бросить и начать с нуля. Но знаете, в реальности мы начинаем заново вовсе не по своей воле. Не тогда, когда решили это сделать сами, а тогда, когда сделать это нас вынуждает жизнь. Тогда, когда реальность вторгается в наши планы и разрушает мир, в котором мы живем. В процессе начинания заново нет никакой романтики. Это всегда тяжелые испытания, связанные с огромными личными рисками и поэтому требующие от человека максимальной собранности, спокойствия и здравого смысла. Мне приходилось начинать жизнь заново три раза. Первый раз, когда рухнул советский мир и ушла под лед моя карьера юного многообещающего журналиста. Второй раз, когда из-за тяжелого личного кризиса я все бросил и уехал, куда глаза глядят, искать лучшей жизни. И в третий раз, когда я потерял все, что у меня было. И буквально за одну неделю из миллионера превратился в человека без определенных занятий, без дома, без работы, без денег и без перспектив. Все три раза мне удавалось справиться с испытанием и воссоздать свою жизнь и самого себя. И поэтому сегодня я хочу поделиться несколькими правилами, которые мне в свое время очень помогли это сделать. Надеюсь, эти правила помогут и вам. Если вам предстоит начинать заново, это значит, что вам предстоит очень тяжелый, но очень интересный опыт, который вас либо полностью разрушит, либо многому научит. Не экономьте на комфорте. Смотрите, самый парадоксальный урок, который я вынес из тех трех случаев, когда мне приходилось все начинать с нуля, это то, что даже в самых тяжелых обстоятельствах нужно серьезно и старательно заботиться о своем комфорте. Видите, когда ситуация плохая, тяжелая, комфорт – это первое, на чем мы пытаемся экономить. И это большая ошибка. Если вам предстоит начать все заново, то первое, что надо сделать, это создать базу для последующих действий. База – это место, где вы можете обеспечить себе максимально возможный комфорт в предложенных условиях. Предложенные условия здесь – ключевые слова. База может быть совсем маленькой, пусть не квартира, а комната, пусть не комната, а угол в комнате, но она обязательно должна быть удобной, продуманной и хорошо организованной. Вот здесь зарядка для телефона, она всегда лежит на этом месте. Вот сюда я наночь ставлю компьютер, здесь стираю, потому что удобно, а вот тут утром варю себе кофе. Даже в самых тяжелых условиях можно что-то сделать для своего комфорта. Знаете, как выражался один мой друг, большой специалист по выживанию, даже если вы ночуете на скамейке в парке, можно найти газету, чтобы ей укрыться. Очень важно помнить, что забота о своем комфорте – это выражение любви и уважения к себе. От вашей устроенности зависит ваша дееспособность, а от вашей дееспособности зависит результат ваших действий. Помните, что вы не потеряли самого главного. Когда я потерял абсолютно все – деньги, работу, перспективы, дом – я пришел к своему учителю с вопросом, что мне делать дальше. Он сказал мне, ты потерял все, но не потерял самого главного, что у тебя есть. Чего это интересно? Спросил я. Опыта. Опыт дает огромные преимущества. Видите, воссоздать жизнь при правильном подходе намного легче, чем ее создавать. Второй раз собирать головоломку несопоставимо проще, чем в первой. Один раз вы уже сумели сделать то, что у вас было. Второй раз это будет сделать намного легче. Начните со снежка. Знаете, одна из самых полезных мыслей, которые я слышал в своей жизни, звучит так. Невозможно сразу скатать снежные комнаты. Для этого сперва нужно слепить маленький снежок, из которого потом можно будет скатать снеговика. Когда теряешь все, всегда есть огромный соблазн сразу попытаться все и построить заново. Но так же, как со снежным комом, это невозможно. Начинать нужно со снежка. Снежок – это необходимый минимум, который надежно обеспечивает ваши базовые потребности, пока вы воссоздаете свою жизнь. Минимальный, но надежный заработок, скромное, но гарантированное жилье, машина, которая просто ездит и не ломается. Возможно, все это будет ниже вашего прежнего привычного статуса и уровня качества. Это неважно. Скатать большой снежный ком можно даже из самого маленького снежка. Важно только, чтобы этот снежок был прочным. Отдайте треть. Точно определите ваш дедлайн. Это важно. Определите его, исходя из тех денег, которые у вас реально есть. На какое время их хватит? На неделю, на месяц, на полгода? Сколько бы времени у вас не было, треть этого времени отдайте на отдых и восстановление. Даже если вы можете позволить себе всего один день отдыха, это все равно имеет смысл. Видите, необходимости начинать жизнь заново всегда предшествует травма, разрушение прошлой жизни. И чтобы действовать эффективно, вам абсолютно необходимо восстановиться. Дайте себе на это тот максимум времени, который вы можете себе позволить. Забейте на внутренний голос. Нет абсолютно ничего опаснее фразы «все будет хорошо». Человеческий мозг пессимист по самой своей природе. Чем больше вы будете себе повторять, что все будет хорошо, тем больше ваш мозг будет с этим бороться, подбрасывая вам все новые и новые негативные сценарии. Это нормально. Ваш мозг будет находиться в постоянной истерике. Внутренний голос будет говорить, не умолкая, ни на секунду. Не пытайтесь его успокоить или определить, что из этого правильно, а что нет. Все, что говорит такие моменты внутренний голос, абсолютно неконструктивно и поэтому бесполезно. Просто не слушайте. И вместо этого сосредоточьтесь на максимально конкретных делах, какими бы незначительными они ни казались. Чем меньше вы будете слушать внутренний голос, тем меньше он будет говорить. У вас обязательно будут депрессии. У вас обязательно будут эмоциональные спады. Не вините себя за них. Это тоже абсолютно нормально в таких обстоятельствах. Попробуйте научиться относиться к эмоциональным спадам, как к дождю. Льет, конечно, а делать дело все равно надо. Спросите себя, в чем ваш дар? Дар это такая врожденная созидательная или коммуникационная способность. Кто-то хорошо умеет объяснять, кто-то хорошо придумывать, кто-то хорошо общается с людьми в сложных конфликтных ситуациях, а кто-то хорошо умеет организовывать пространство или наводить порядок. Дар не связан напрямую с конкретной профессией или работой. Его главная ценность в том, что он может применяться почти в любой области. очень часто в новой жизни не получается применить прежние профессиональные знания или они оказываются невостребованными. Но ваш дар будет востребованным всегда. Работа ключ к новой жизни. Не только не столько из-за денег, а потому что работа это прежде всего социализация, общение, новые контакты и поддержка. Если работу по профессии найти не получается, ищите работу по дару. Он будет востребован всегда. Помните о чашечке. Есть история о женщине, которая провела больше десяти лет в тюрьме по несправедливому ложному обвинению. Когда ее спрашивали, как ей удалось это выдержать, она показывала маленькую чашечку из тонкого фарфора. Эту чашечку все десять лет она берегла как самое ценное, потому что каждое утро доставала ее, смотрела на нее, пила из нее воду, и это доставляло ей маленькую радость, а маленькая радость давала силы вынести предстоящие испытания. Определите в чем ваши маленькие радости, и пусть не часто, но время от времени обязательно доставляйте себе их. Вкусный завтрак в хорошем кафе хотя бы раз в месяц, шампунь с прекрасным запахом, новая шмотка, пусть грошовая, это не важно. Никогда недооценивайте маленьких радостей. Маленькие радости дают большие силы. Мирной вам недели, друзья, и хорошего начинания с нуля, если вам это предстоит. Это был Яковлев по понедельникам. Нет войне и до понедельника. хампан 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 Продолжение следует...